Самая большая беда в жизни любого народа – это потеря духовной и религиозной свободы. За храмы и святилища народы сражаются всегда более яростно и храбро, чем за хижины и даже дворцы. Ведь речь идет, как в жизни человека, не о здоровье тела, а о угрозе потерять душу. Беда эта была известна многим народам, может быть, более многих других известна народу нашему из недавней истории, вынесшему горький опыт безбожия и насильственного атеизма. О подобной беде говорит Псалом 73, и о нем сегодня наш рассказ. «Для чего Божий отринул нас навсегда? Возгорелся гнев Твой на овец пажите Твоей? Знак вопроса – это вопрос. Для чего, Господи? Вспомни сон Твой, подвигни стопы Твоей к вековым развалинам. Все разрушил враг во святилище». Глазам пророка представляется разрушение святилища, что может быть горче. «Рыкают враги Твои среди собраний Твоих, поставили знаки Своих вместо знамений наших». Давайте обратим внимание на эти слова «Поставили знаки Свои вместо знамений наших». Когда наступает враг и меняет одну религию в другую, он спешит все символы и образ заменить на противоположные. Наши деды помнили, как люди сжигали иконы, а в правительственных учреждениях и в школах на месте красного угла с образом Спасителя появлялись портреты мировых вождей. Как люди яростно спиливали кресты и водворяли на них красные звезды. Как разрушали в считанные годы то, что многие поколения строили столетиями. Это и есть «Поставили знаки Свои вместо знамений наших». Такие события, как правило, происходят на фоне религиозного оскудения. И сами люди, терпящие религиозное бедствие, должны признаться, что нет среди нас пророка. И нет с нами того, кто знал бы, доколе это будет. Вот на фоне этого оскудения враги говорят в сердце своем, разорим их совсем и сожгли все места собраний Божьих на земле. В это время у всех, кто сохраняет веру, кто жив сердцем, в душе звучит, как на бат вопрос. Доколе? За что и доколе? Доколе Божий будет поносить враг? Вечно ли будет хулить противник имя Твое? Для чего ты отклоняешь руку Твою и десницу Твою? Из среды недра Твоего порази их. И вот далее пророк совершает некий подвиг веры. Усилием сердца он начинает размышлять о Боге Творце мира и говорит себе и всем слушающим Его, что все же Бог, и только Бог правит этим миром. Ты иссек источник и поток. Ты иссушил сильные реки. Твой день и твоя ночь. Ты уготовил светило и солнце. Ты установил все пределы земли. Лето и зиму ты учредил. Это означает, что ты Творец мира, Творец неба и земли. Все слушается Тебя. Нет никого, кто не был бы в Твоей руке. Значит, все сделанное врагами попущено Тобою. Так говорить может мужественный человек. С заплаканными глазами он смотрит на разорение святилищ. Однако в сердце все повторяет. Я верю. Ты сотворил небо и землю. Твой день и твоя ночь. В твоей руке зима и солнце. Все, что есть, все твое. Поэтому это твоя воля. Однако потом от размышления все-таки он переходит опять к молитве. Вспомни же, враг поносит Господа. И люди безумные хулят имя Твое. Не предай зверям душу горлицу Твоей. Собрание убогих Твоих не забудь навсегда. Призри на завет Твой. Ибо наполнились все мрачные места земли жилищами насилия. Да не возвратится смиренный под срамлем. Нищего Бог восхвалит и имя Твое. Восстани Божие. Суди прю Твое. Помяни поношение Твое. Ежи от безумного весь день. Не забудь и гласа молитвенник Твоих. Гордыня ненавидящих Тя взыди выну. Псалом этот очень важен для тех, кто любит свою историю. Кто сегодня, быть может, терпит религиозный гнет. Но лучше всего, чтобы верующие народы знали, что наказание приходит за грехи и за вольное отступление от заповедей Божьих. Посему уроки иных и бедствия прежних поколений пусть будут уроками нам. На всем мы простимся. До скорой встречи в Саду Божественных Песен. В Саду, который учит, защищает. В Саду, который не вянет и не перестает приносить плоды.